Всем привет, с вами Антик и мы продолжаем проходить Героями Чаймагии 3, дополнение Во Имя Богов, мод Легенда о Красном Драконе. Если вы хотите больше видео по героям, подписывайтесь на мой канал. Но я продолжаю проходить первую миссию, только что я здесь отправил Ротибора сражаться с крестоносцами и взял себе в армию вот этих копейщиков. Ну а сейчас я попытаюсь дальше продвинуться по сюжету. Так, крестоносцы продолжают мне угрожать, чтобы я вернулся к работе, а мой друг что-то постоянно ноет. Так, давайте посетим статую отца, нам подскажут, что делать. Так, ваш отец был умным человеком, вы помните, как он говорил, сын, не води дружбу с нытиками, старайся избавляться от них, но помни, что избавляться от них нужно в нужное время и в нужном месте. Попытайся как можно скорее попасть в убежище, чтобы крестоносцы не могли тебя найти. Так, нам намекают, что надо избавляться от нашего нытика, я даже знаю где это сделать, если я его оставлю на дороге и пойду в убежище. Антик, где ты? Я не могу тебя найти, кричит Дэн. Ха, вот теперь ты действительно нас рассердил, мы идем. Упс, они уже здесь. Крестоносцы напали на Дэна. Да-да, сэр, я буду работать изо всех сил, я сделаю все, что смогу, не волнуйтесь. Итак, крестоносцы у нас заставили Дэна работать на поле, ну а я похоже наконец-то выбираюсь из этой. Так, итак, свобода. К сожалению, тебе пришлось оставить Дэна, но может это и к лучшему. Кто знает, может вы еще свидетесь. А теперь, давай посмотрим, что может предложить мир такому храбрыму рыцарю, как ты. Так, посмотрим, что тут у нас обелиски. Ну, они похоже пусты. Эй, что мы тебе говорили? Опять мне крестоносцы угрожают? Так, вот они вернулись на дорогу. И обратно мне уже не пройти. Так, ну и сложилось у меня такое впечатление, что эту игру нужно проходить линейно, то есть два параллельно каких-то квеста выполнять нельзя. Поэтому, если нам что-то скажут делать, надо идти это выполнять. Вау, кабак, ты решаешь выпить с местными, но что-то подсказывает тебе не слишком с ними натрепаться. Так, хоббит у нас какой-то тут. Привет, Франц, что? Ладно, Антик. Знаешь, Антик, жизнь коротка, и мы должны испробовать все, что она предлагает. Эй, Франц, Антик, ты из... что? Какое смешное имя. Ладно, ладно, о чем бишь я? О да, жизнь коротка, и мы должны испробовать все, что она предлагает. Ну, короче, он тут мне все одно и то же, похоже, заливает, рассказывает мне про брата своего, который живет к северу. И мне нужно, видимо, с ним пойти поговорить. Так... Вот его звездочет. Мне нужен накид брата этого хоббита. Так, северу надо идти, да? Так, интересно, где брат этого хоббита? Звездочет. Ну, всякое-то не воры. И это не крестьяне, похоже. А, может быть, кстати, где-нибудь тут у нас телега пустая. Крестьяне стоят. Так, здесь у нас избушка крестьян. Жена, ты подходишь ближе и поднимаешь руку, чтобы постучать в дверь. Но нет, ты слышишь звук. Точно, это храп. Великолепно. Ну и рабочие спят весь день. Будет ли мудро их будить? Наверное, нет. Так, здесь он золото, чье-то, которое мне не дают взять. Вот, кстати, ученый, может быть... Может быть, он и есть звездочет. Тут есть влияние у церкви. Бог тебе в помощи, сынок. Звездочет неизвестен ни мне, ни церкви. Так, интересно, то есть это не звездочет. Прикольно. А где же звездочет? Спрашивается. Так, тут у нас что-то пусто. Ага. Да, я звездочет. Мой брат это горький пьяница. Он обещал мою помощь. Я не знаю, но если вы дадите мне слово, что поможете, когда я буду в беде, я... Вы согласны? Да, я согласен. Так, у меня есть четыре предмета, которые могут заинтересовать вас. У каждого из них есть уникальные свойства. Но у меня нет времени на долгие объяснения, так что вам придется делать выбор самому. Так, я полагаю, это у нас книги загляданий. Плавающая книга, похоже, это магия огня. Земляная магия земли. Тонкая, легкая, как воздух, это магия воздуха и влажная магия воды. Я, пожалуй, возьму земляную книгу. Земляную книгу, наверное. Так, или может быть тонкую или влажную. Но плавающая книга, это слишком уж попсово, я бы сказал. Пусть будет земляная. Вы берете книгу и клавите ее в карман. Базовая магия земли. Вы обнаружили в книге следующее заклинание. Каменная кожа, призыв и щит. Отлично. Взгляд героя призывать существ из своего ближайшего города. Снижая степень повреждений. Каменная кожа. Обороноспособность. Отлично. У меня есть теперь магия защиты. Так, ну надо идти обратно к таверне. Надо идти обратно к таверне. Так, кто у нас следующий, крестьянин? Не слушай их, они ничего не знают о жизни. А вот мой брат знает. Это было давно, мы были юными и амбициозными. Рыцарь проезжал через нашу деревню. Такой странный рыцарь. Вообрази, когда мой брат предложил ему свои услуги, он на него даже и не взглянул. Странный рыцарь. Кто тогда мог знать? Они не ушли далеко, их побили. Может мой брат поможет вам изображать их участи? Найдите его. Его зовут Влад. Удачи. Так, ну я пойду найду брата. Это кто-то из них всяко. Так, может быть этот мой брат. Да, и Влад. Были дни. Мы напол... Мы... Вы напоминаете мне того рыцаря. Как его звали? Да, Кир. Вы его знаете? Да, у меня есть для вас нечто особенное. Но только если вы поможете мне, когда я буду в этом нуждаться. Да, конечно. Так, тут какая-то у меня ошибка вылетела. Какой-то файл не найден. Ну ладно, бог с ним. Это меч Кира. Возьмете его? Возьмите его. Так, черный клинок мертвого рыцаря. Так, нападение на 3 балла. Отлично. Так, обзавелся я артефактом. Сейчас посмотрим. Ага, вот он. Клинок рыцаря мертвого причем. Кир это какой-то мой родственник, по-моему, в первой серии там я нашел в доме записку. Так, ну и сейчас пойду с этим гребленом поговорю. Привет, купец. Ты знаешь, какова сила денег? Ты мне не веришь, правда? Ты такой дурак. Тогда иди на рынок и зашлись на меня, торговца. И ты увидишь. Отлично, пойду на рынок. Вот он, рынок. И посещаем рынок. Имя торговца имеет на рынке особую ценность. Хотя вы никогда не обладали торговыми навыками. Вы можете устоять перед этим предложением. Вы не можете устоять перед этим предложением. Так, это катапульта. Так, с личными катапульта появилась. Так, идем обратно. В очередной раз. Теперь у нас на очереди фанатик. Так, сохранимся-ка я, пожалуй. А то уж слишком все гладко идет. И... Мало ли что. Сын мой, будь терпеливым. Не позволяй гневу завладеть твоим сердцем. Бог поможет тебе. Так-так. Не хочешь тост? У меня есть отличное красное вино. А, то есть было. Тебе надо зайти к моему двоюродному брату Гавриилу. У него вино еще лучше, поверь мне. Так, это тут, я не знаю. Куда эти там Гавриилу-то? Это вот не в тавернули. Здравствуй, славный рыцарь. Бери стул и выпей с нами. Если ищешь способ начать карьеру, лучше всего отправиться в замок. Пробуй и попросить найти там работу. Ближайший замок к северу отсюда. Попробуй. Так. Я не знаю. Мне надо было там выпить. Найти этого брата. Или... Правильно я все сделал или нет? Ну, сейчас проверим, правильно я сделал. Ну, тут замок вот у нас. Тут меня не пропускают, да? Пойду тогда. Привет, мне знакомиться. Откуда мне знать, где этот... Что... Что это Гавриил? Че? Вы не можете добраться до замка? Мой сын служит там в дворцовой страже. Передайте привет моему сыну. Когда в следующий раз попытаетесь добраться там? Так, ну... Гавриила, что-то я тут не знаю, где он находится. А, может быть... Может быть, вот этот, товарищ Гавриил-то? Кто? Я его не знаю. Хотя все мы дети божьи. Но некоторые больше, чем другие. А вам, мирянин, следовало бы продемонстрировать свою покорность, если вы обещаете подчиняться закону божьим. Я подарю вам подарок. Вы с богом? Конечно, я с богом. Магия равновесия. Сопротивляемость магии повышает на 10%. Так, ну и похоже, тут мне два квеста параллельно удалось пройти. Как-то. Да, мой отец. Мне очень его не хватает. Вы можете пройти. Отлично. Меня до замка пустили. Именем короля стой. Хочешь получить работу? Ладно, крестьянин. Пойди и тащи наш потерянный транспорт. И привези его нам. Где? Вы уверены, что вы рыцарь? Да, я уверен. Так, ну что, мне даже что-то не дают пройти, похоже. Пойду тогда. Там какая-то телега была. Вот она, телега. Телега. Вспоминая слова стража у дворцовых ворот, вы замечаете, что повозка похожа на транспорт, о котором он говорил. А он сказал, там может быть что-то полезное. Здорово, вы нашли баллисту. Тот страж говорил, что вы должны вернуть ее ему? Никогда. Он был слишком грубый. Верно. Оставьте ее себе. Так, ну похоже, я баллисту себе захапал, да? Так, что делать дальше? Тут у нас последний остался товарищ. Пойду с ним поговорю. Не слушай-то этих гражданских. Только настоящий воин может быть объективным. Особенно, если он пьян. А, да, я воин, Игорь. Как тебя зовут, герой? Я смотрю-то совсем как настоящий воин, Антик. Ты мой друг. А для друга я что угодно сделаю. Слушай, есть место недалеко отсюда. Да. И там ты найдешь одну очень полезную вещь для настоящего воина вроде тебя. Увидимся позже. Так. Далеко отсюда. Флаг единства. Он тут какой-то меч сверкает. Помятуя слова Игоря, вы решаете потратить время на осмотр окрестностей. Снова какая-то у меня ошибка вылетается. Щит короля я нахожу. Ладно, таверна. Пойду в таверну, скажу. Кстати, у меня артефактов стало больше, да? Да, артефактов у меня немного прибавилось. Плюс баллиста, плюс катапульта. Так, в таверну что у меня там? Привет, Антик. Ну как, нашли работу? Нет? Так присоединяйтесь к нам. Быть беглым рыцарем не так уж плохо. Мы все ищем славы. А кому присоединяться-то непонятно. Так, пойду-ка с вором поговорю, что ли? По-моему, больше не с кем говорить-то особо. Попробуешь поговорить с этим ворами? Или предпочтешь не беспокоить их своими глупыми проблемами? Конечно же, я попытаюсь поговорить. Вы кто? Рыцарь? А с виду больше похоже на крестьянина. Откуда я знаю? Что ж... Что ж, не так давно мне пришлось повоевать в армии у рыцаря вроде вас. Но нас скоро разграбили. Разбили не так далеко отсюда. Теперь я понимаю, что вы ничего не можете сделать без хитрости. Без хитрости. И что? Эй, не костер, ты же не хочешь, чтобы я замерз? Так, и что мы с ним делаем с этим вором? Он не хочет уходить. Да. Так, ладно, пойду золото возьму. Ситуация выглядит просто как мечта вора. Как мечта вора. Ну, очевидно, это намек. В общем, здесь надо вообще все читать. Все тексты и искать эти намеки, чтобы пройти хоть как-то квест. Золото без стражи? Невероятно. Вы не могли бы побыть здесь, пересмотреть за моим лагерем и за костром. Я скоро вернусь, наверное. И вора исчез. Золото, кстати, с ним тоже исчезло. Ну, ладно. Нет вора, нет проблем. Я тут сейчас костер возьму. И зайду в лагерь. Пытаешься украсть вора? Ты что, тоже вор? Да, я тоже вор. Так, магическую книгу нашел. Книга заклинаний. Так, кстати, у меня... Может быть, заклинания-то тебе надо было взять до того, как... Нет, у меня, в принципе, они появились в книге. Ну, ладно, хоть заклинания не пропали. Полно багов в этой игре. Но... Так-то прикольно. Ну, так, мне надо идти дальше. Вроде бы я... Почему-нибудь Дрего не посещено, я там был. Магический колодец мне нужен. Соку мне ману вообще, как посмотреть ману? Я... А, вот все правильно, гасить-гасить. Все нормально. Так, вот я уже сходил, занятут. Бесполезно их тут не разбудешь никак. Так, пойду, значит... Так, в замок мне, наверное, нельзя идти, потому что я там... Присвоил себе эту... Как ее... Как ее... Баллисту... Птица... 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 О твоих заслугах и неудачах... О твоих мыслях и намерениях... О твоих долгах и обещаниях... Все про тебя. И помине мое слово. Корень зла, терзающего мир героев. Нет, в недостатке веры в справедливость и истину в бога. Эм... Ну что? И в принципе, мне что делать там у нас с этой птицей? Ничего не сделаешь. Что-то, короче, непонятно. Ты же, как дурацкая. Так. Так, каких-то файлов не хватает, не могу понять, каких. Ну, точнее, там написано, каких, но их нет просто. Их нет в папке с героями. Может быть, где-то есть получше версии игры. Так, идем, значит, дальше. Больше никуда идти. Зачем я теперь струс собираю? Я, в принципе, всю карту уже просмотрел, как бы тут... Грот, еще один. Так. Что там в Гроте-то? Стальные големы и мастер-гремлины. Нет, я их не это... Не убью. Котелок для готовки, говорит пикнер. Но из этого лучше не есть. Артуть вообще-то ядовита. Отвечаешь ты. Да, артуть ядовита. Так, и у нас тут трехголовый змей. Сейчас петь, наверное, ошибка вылетит. Что за странное существо? Следи за ним внимательно. Привет, смертный. Что? Бог? Да, я бог. То есть, ну, собственно, я не бог, а представитель бога на земле. Вы мне верите? Ну, верю, что делать-то? Это правильно. Боги велели мне идти с тобой и помочь тебе в твоем квесте. Так что, веди. Поздравляем, вы выполнили главную миссию и семь из семи подмиссий. Да ладно. Можно было не выполнять подмиссии? Ах, так что буду раскопить. Трехголовые змеи хотят прославиться и мечтают служить вашей доблестной армии. Вы согласны их принять? Да, согласен. Поздравляем, вы выполнили задание, убив это ужасное чудовище. И можете требовать признания вашей победы. Сохраняем. Приобретя учителя, ты сделал большой шаг вперед. Ты просто не веришь в свою удачу. Такой мудрый покровитель. Раньше ты мог что-то там... А теперь могу еще больше, видимо. Так, ладно. У нас, видимо, начинается вторая миссия. Давайте посмотрим на вторую миссию, хотя бы на начало ее. Итак, описание компании. Пламя и дым. Это уже читал. Горыныч, ты просто рот разинул от описания всех тех битв, в которых Горыныч принимал участие. Неожиданно Горыныч останавливается. Что случилось? Спрашиваешь ты. Горыныч глубоко втягивает воздух и морщит нос. Я думаю, мы прибыли на место. Так, мне надо приз выбрать. Базовое волшебство, базовое сопротивление и базовый интеллект. Ну, это интересный выбор. Я все-таки буду рыцарем или магом. Что там базовое волшебство дает? Я уже давно не играл в героев третьих. И не помню, что что означает. Давайте волшебство выберем. Уровень сложности. Что у нас тут? Это у нас невозможное. Это у нас эксперт. Я пока далеко не эксперт в героев третьих, потому что я давно не играл. Поэтому я выберу, пожалуй, высокую сложность. Просто рот разъем, вот я уже слышал. Вот мы и пришли. Я знаю это место. Хороший стартовый пункт. Вы найдете массу возможностей потренироваться. Потернироваться написано. Знаете, если у вас нет колдовской силы, вы ничего не значите. Тут вокруг есть несколько плохих парней. Они решили пойти против богов. Они дураки. Мы будем вместе осуществлять волю богов. Хорошо? Я вижу, вы согласны. Вот и мы. Ладно, пора пообедать. Это просто шутка. Эти земли мне знакомы. Мы здесь обычно охотились. Нет, это было давным-давно. Нет, мне еда не нужна, потому что я божество. Давай, давай. Да, прикольный этот змей. У меня вот он в армии есть уже. Посмотреть на его характеристики. Так, трехголовые змеи. Это как раз, видимо, те юниты новые, которые добавились. Потому что их в оригинальных героях не было, насколько я знаю. Были гидры. У них такие же головы. И были драконы. У них такие же крылья. Видимо, как-то их совместили. И получились вот эти змеи. Итак, посмотрим. Попробуем что-нибудь собрать. Кстати, у меня ресурсы. Непонятно, сохранились ли с прошлой миссии или нет. Сразу не поймешь. Я думаю, нам нужен город, чтобы поесть. То есть, я хотел сказать, собрать войска для вашей армии. Вы же рыцарь, верно? Так вот, что за рыцарь без армии? Да, все верно. Надо найти город. Раз у нас нет города, давайте найдем кого-нибудь, кто нам поможет. Ой, блин, тут как все. Дороги запутаны. Вы не заметили парня в рясе? Что за парень в рясе? Минус 500 опыта? Я не хочу. Минус 500 опыта. И что-то там ноль золота было. Ноль золота или минус 500 опыта. Странный сундук был. Может быть, рандом найти это сокровище. Так. Еще тут непонятно сейчас, куда идти. Козолотишко собираем. А вот парень в рясе, кстати. Так, интересно, их убью вообще, нет? Тут не пишется. Угроза там, не угроза. Непонятно сколько. Непонятно, смогу ли я их победить? Это же не какие-нибудь там герои седьмые, где все вам разжуют. Так, ну сейчас я сохранюсь и попробую напасть. Хотя бы первый бой будет в этой игре. Ну, настоящий бой. А то это место пустое, и вы тут ничего не найдете. Что? Город? Представления не имею. Я только знаю, что где, где-то поблизости спрятано огромное сокровище. Так, ну, подраться нам не дали. Подраться нам не дали. Пойду, значит. Так, о чем говорил этот монах? О каком сокровище? Если это правда, я могу попробовать построить маленький сарай. Я божественный, но не всемогущий. Еще одна неделя прошла. Может быть, нам надо у кого-то спросить? Ну, типа, вот этих ребят, да? Так, как туда добраться-то я не вижу. Хорошо, это больше не у кого. Снег. Так, подожди, а где у нас там сокровище-то было поблизости? Блин, а как туда добраться? Вот очередной тупичок. Этот монах, давайте следим его. Простите, спросим его об этом сокровище. Ну, что, опять к монаху идти? Давайте спросим. Я сказал все, что мне было известно. Убирайтесь. Этот монах, говорил же я, что надо его съесть. Как вы надоели с этим сокровищем? Если вы так самоуверенно идите, заберите его и оставьте меня в покое. И че? О, у меня другу освободили. Что за черт? Упс, в смысле бог. Монах только этот пропал. Надо было съесть его. И что тут делают эти парни? Я думаю, нам надо бы быть осторожными. Они выглядят очень странно. Ну да. Такие в рясах. Стоят, тут что-то делают. Смотрите, они как статуи. Что случилось с землей? Не знаю, что случилось с землей. С виду похоже на шахматы. Так, посмотрим. Группа монахов. Монахов. Давайте попробуем сохраниться еще раз. И напасть на этих монахов. Может они говорить будут? Говорить не хотят. Никто не хочет говорить. Эй, вы можете поменять это. А, ну правильно. Значит, подходим к монахам и... Эти клетки меняются. А, ну все понятно. Просто дорогу надо себе протарить. Я вижу, вы бьетесь головой о кирпичную стену. Я могу предложить вам помощь. Между нами, конечно. Только не говорите об этом моим братьям. Вам нужна помощь? Да. Я могу повернуть вторую и четвертую линию. Вторую и четвертую. Сейчас в другом подойду. Это как крестники-новлики. У меня была, кстати, дорога уже протарена. Она что-то затупила, не пошел. Да, я слышал уже. Вторую-то вот это вот по вертикали или по горизонтали, непонятно. Да. Третью, четвертую и пятую линию. Что значит повернуть? Как это повернуть? По часовой стрелке, против часовой стрелки. Очень непонятно. Так. Итак, сейчас попробуем сложить себе путь. Главное, чтобы у нас была колонка из одинаковых земель. Итак, в первой полоске, в первой клетке у нас земля. Идем к первому монаху. К этому нижнему. Так, и делаем, чтобы в первой клетке был, а теперь снег. Есть снег. Дальше нам нужно, чтобы там было болото. Встало болото. После болота камень. Получили камень. И после камня песок. Получили песок. Отлично ведем вот к этому монаху, к второму. И повторяем все сначала. Значит, в первой клетке первой полоски должна быть сейчас земля. Есть земля. Есть снег. Есть болото. Так, сейчас камень и песок. Камень. Песок. Так, идем к этому монаху, к третьему. И повторяем то же самое, только нам... Мы сейчас работаем уже с третьей полоской. И вот здесь у нас должна быть земля. Так, землю мы пока не получили. Надо дальше пробовать. Болото. Так, вот земля у нас в третьей полоске. Сейчас дальше идем по сценарию. Снег. Болото. Камень. Песок. Отлично. Идем к этому монаху. И теперь у нас последний монах работает со второй полоской. И там должно быть две земли. Так, пока две земли не получается. Так, две земли. Теперь два снега. Два снега получили. Рано или поздно что-то сойдется. Два болота. Два камня. Два песка. Пока не сошлось. Идем к первому монаху. И требуем землю в первой полоске. Земля. Снег. Болото. Камень. И сейчас песок. Песок. Отлично. Идем к этому. В первой клетке опять у нас земля. Болото. Нет, только после земли где-то снег. Снег, потом болото. Камень. И песок. Идем к этому. Сейчас мы работаем с третьей полоской. Так, третья полоска у нас должна быть. Земля. Снег. Болото. Камень. И песок. Сейчас будет песок. Песок. Идем к этому товарищу. Работаем со второй полоской. Тут две земли сейчас будет. Две земли. Два снега. Два болота. Два камня. И два песка. Так, я уже перестал верить в своих операциях на самом деле. Но говорят, таки надо делать. Поэтому. Идем к первому монаху. Земля. Снег. Болото. Песок. То есть камень. И песок. И песок. Так, идем к этому монаху. Перед земля. Снова снег. Болото. Камень. И песок. Третья полоска. Земля. Снег. Болото. Камень. И песок. И последний монах. Земля. Болото. То есть снег. Болото. Камень. И песок. Нет, что-то не получается. Что-то я не так делаю. Но рано или поздно, я уверен, у всякого получится. Собрать эту гребаную комбинацию, чтобы пройти эту головоломку. Итак, мы нашли сокровище. Наконец-то. Вы такой умный рыцарь. Даже немного умнее, чем следует быть рыцарем. И что мы получаем? Грааль. Отлично. Нам теперь нужно где-то город построить, я так понимаю. И строительством города мы займемся в следующий раз. Потому что где его строить, я пока не знаю. Ну что ж, всем спасибо большое за просмотр. Играйте в героев, ставьте лайки, если хотите дальше посмотреть, как будут развиваться события в новом дополнении Легенда о Красном Драконе. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok